Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, описание этих работ. Икопа Тинторетта. Битва Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона. 1580-е годы. Холст масла. 318 на 220. Достаточно большая картина. Возможно, никто после Микеланджело не добивался в своих произведениях такого динамического эффекта, как Тинторетта. Это движение ощущается не только в окончательном варианте полотна. Оно чувствуется в самом методе работы мастера. Известно, что он писал очень быстро. Так работать диктовала ему необходимость привлекать и удерживать как можно больше своих заказчиков. Картина битвы Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона. Плод спонтанного вдохновения, написанный необычайно натренированной рукой. Расхожее для публики представление о долгих поисках, бесконечных метаниях и терзаниях не для Тинторетта. Никакой расслабленности, ленивых раздумий. Решение принимается быстро и оно всегда очень определенно. Скорость в осуществлении художественного замысла приходит здесь к тесному единству самой идеи картины. Архангел Михаил столь же решительно вонзает копье в дракона, как сам Тинторетта запечатлевает это. Вот такое описание к работе Экопа Тинторетта «Битва Архангела Михаила с Сатаной в образе дракона» 1580-е годы. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok